В России 7 апреля отмечается день рождения Рунета. В этот день, в 1994 году, произошло знаменательное событие. Была зарегистрирована новая доменная зона РУ. Ее внесли в обширную международную базу и тем самым объединили между собой миллионы людей. Рунет открыл новую веху в развитии виртуального мира. Что знают о нем жители Мурома и как оценивают качество российского сегмента интернета его пользователи? Об этом наш сегодняшний опрос. Очень важная тема, которая влияет на нас, влияет на нашу молодежь. Обсуждаем Рунет. Внуки смотрят, а я так в интернете нет, не очень. Не могу ничего вам такого сказать. Я считаю, что сейчас многое уходит в интернет и инстаграм, и тикток. Потрясающая вещь для продвижения и, в принципе, отличная площадка для заработка. Блогер у вас есть любимый? Ну да, да, есть. Кто? Дмитрий Масленников. Дмитрий Масленников такой серьезный, да, блогер? Ну, 10 миллионов подписчиков. А вы наблюдали за тем, у вас внуки смотрят больше русскоязычный контент, там всякие программы, видео или иностранные? У нас тикток. Внук любит тикток. А он смотрит русскоязычный тикток? Ну там за ними родители присматривают. Я, конечно, не очень вмешиваюсь, но родители присматривают за ним, смотрят, что можно смотреть, что нельзя смотреть. Давай с тобой обсудим все-таки русский интернет. Он качественный, по-твоему? Вообще, я считаю, что некоторые вещи некачественные. Сейчас в основном вот такие вот маленькие дети, там первые, начальные классы, они сидят часто в Ютубе, и иногда там некачественный контент, и это очень печально, потому что все-таки будущее стоит за молодежью. Русский интернет, он качественный? Даже не знаю, с какой меркой его оценивать. Да, конечно, по факту да. Все, значит, жить Рунету, значит, доверяем русскоговорящему сегменту и продолжаем смотреть.